геймлофт одна из самых популярнейших фирм на данный момент и это обзор аспальт 9 и мы начинаем и вообще ребят когда я зашел в игру я просто офигел от этого уровня графики как вообще геймлофт вытянули ее на новый уровень и прежде чем зайти в игру вам придется пройти верификацию посмотрите дальше итак верификацию мы прошли и давайте же приступим к обзору игры и сразу после того как мы заходим нас встречает красный ламбак джинни и объяснение как нужно вводить короче поскольку этот утор давайте я сейчас просто промотаю итак гонку мы прошли и сейчас нам будут выдаваться призы по сиа традиции асфальта и призы достаточно скромненькие потому что это не ламбраджини и не какой-нибудь кёнигсик а просто эволюшн но потом еще нам выдадут бэху по прохождению игры так что волноваться не стоит насчет призов призов будет дофигища и вот сразу же на первой гонке нам объясняют то что надо водить хорошо бла-бла-бла вот ваши призы короче погнали дальше нам это все неинтересно но кстати из новшеств хочу добавить ребят что теперь у нас есть топливо и можно отключить изи драйв вот эта функция как раз просто бесполезная и вот как бы мы стартанули и первые же гонки опять эти дикие тутор которые я тупо ненавижу ребят я не переношу туторов но ребята посмотрите на эту офигене шую графику посмотрите вообще какое мясо в игре происходит о кейм лофт я вас люблю ребятки вы реально постарались над игрой и она не подкачали грубо говоря смотрите еще кстати и но сейчас покажу вам все можно делать еще можно делать переворот выбивая других соперников сейчас я вам это кадр этот покажу с переворотом вот ну а смотрите в общем еще очень прикольные эффекты с нитро когда ты подбираешь нитро и у тебя начинает светиться вся машина и когда подхватываешь супер волну нитро у тебя тоже начинает светиться вся тачка блин и мне нравится графика нового уровня причем консольного уровня ребят реально очень крутая графика ребятки не подкачали причем еще из одного новшества хотел добавить что теперь у нас будут гонки по снегу ребята да и вот сейчас будет реальное мясо вот кстати как вы сейчас могли заметить тоже из новшеств когда теперь машина ударяется об заграждение передушкой она очень сильно тормозит ребят и вот таким нехитрым способом можно теперь влететь на финиш как вы еще могли заметить в конце матча добавили ачивки и еще призовые игры которые вы завершили то есть вот можно пособирать награды в принципе восьмой части асфальта такого же не замечалось так но если с бандикамом все понятно то давайте теперь посмотрим что у нас получилось записать shadow play ну вот сейчас стабильных 30 кадров и давайте залезем в настройки игры кстати игра идет 60 кадров просто на shadow play я выставил ограничения в 30 кадров а и как мы видим фреймрейт поднялся и сразу заметные изменения картинка стала плавнее короче ребята shadow play и асфальт 9 просто маст хэв потом в конце видео еще расскажу как настроить это все дело чтобы она правильно работала а теперь давайте же посмотрим какая ситуация у нас на мобильных девайсах потому что с пк все понятно а вот видео записанное моби зеном своего samsung galaxy j7 prime и давайте посмотрим на приоритет и график а а а а а но ребят на самом деле здесь не все так плохо потому что игра тоже идет достаточно плавно без моби зена это все дело выглядит как то так а а и а и 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 Продолжение следует... 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 То есть реально классная оптимизация под андроид играет свою роль. Ну а мы переходим обратно к ПК. Так, ну и давайте понемножку подводить итоги. На ПК, ребята, Asphalt 9 просто must have, потому что ShadowPlay 1050 Ti в моем случае, или просто с обычной 1050, потому что я играл на ноуте, вот. Но не в том суть. На ПК, ребята, просто must have. На андроиде, ну в принципе, если у вас андроид не ниже Samsung Galaxy S6 или S7, то тогда да, я могу вам рекомендовать эту игру. Но если у вас телефон не ниже с характеристиками, вот, или какой-нибудь китаец, вот типа Meizu, то, в принципе, вряд ли у вас пойдет эта игра на ультра настройках, потому что все сразу хотят, ребята, ультра настройки, вот. Но, к сожалению, у вас такого не выйдет, потому что нужно не ниже S6 телефон, чтобы на ультра настройках ее принять. Ну хорошо, с вами был Гриф, ставьте лайки под этим видео. Если хотите, у нас еще будут появляться обзоры Асфальт 9, только мы уже реально будем там гонять. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравился этот обзор. А всем бай-бай, до новых встреч, ребят, с вами был Гриф. Субтитры сделал DimaTorzok